Добрый день! Тема сегодняшней лекции – герпетическая инфекция. План лекции виден у вас здесь на слайде. Герпетическая инфекция – герпес-симплекс, широко распространенная антропонозная вирусная болезнь, вызываемая вирусом простого герпеса первого и второго типов, преимущественно контактным механизмом передачи возбудителя, характеризуется поражением кожи и слизистых, нервной системы, глаз, мочеполовой системы и других внутренних органов, склонных к хроническому рецидивирующему течению. Этиология. Вирус – простой герпес первого типа, поражение назолобиальной области, и второго типа – генитальный герпес и генерализованная форма болезни у новорожденных. Герпес – вирусная инфекция, ветряная оспа и опоясывающий. Герпес, обусловленный вирусом варицеллозостер. Герпес – вирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз, возбудителем которого является вирус Эпштейна-Барр. Герпес – вирусная инфекция, цитомигаловирусная инфекция, герпес 6, 7 и 8 типов, мононуклеозоподобные заболевания, лимфодениты, стоматиты, вирусные экзантемы, внезапная экзантема, длительная лихорадка, судорожный синдром, поражение нервной системы, сиалодениты, субфеврилитет, патогенез. Вирус проникновения вируса в верхние отделы дыхательных путей приводит к поражению эпителия и лимфоидной ткани рота и носоглотки. Отмечается отек слизистой оболочки, увеличение миндалин и региональных лимфатических узлов. При последующем вирусе МИИ возбудитель внедряется в Б-лимфоциты. Находясь в их цитоплазме, он диссиминирует по всему организму. Распространение вируса приводит к системной гиперплазии лимфоидной и ретикулярной ткани, в связи с чем в периферической крови появляются атипичные мононуклеары. Развивается лимфоаденопатия, отек слизистой оболочки носовых раковин и ротоглотки, увеличивается печень и селезенка. Эпидемиология Источником возбудителя инфекции при заболеваемых вызываемым вирусом простого герпеса являются больные с различными формами болезни, в том числе и латентными, и вирусоносители. Период заразительности источника длится в течение всего периода клинически выраженного заболевания, однако в слюне переболевших находили вирус через 7 недель после выздоровления. Механизм передачи возбудителя путь передачи воздушно-капельный, возможно, половой путь, а также трансплацентарное заражение плода. Для вируса простого герпеса первого типа основной путь передачи воздушно-капельный реже контакт на бытовой через игрушки, предметы обихода, загрязненные слюной. Вирус простого герпеса второго типа обычно передается половым путем, также возможна трансплацентарная передача вируса и заражение во время родов до 85%. Классификация. По механизму заражения различают приобретенная, первичная, рецидивирующая и врожденная внутриутробная инфекция. По форме течения инфекционных процессов выделяют латентную, локализованную, распространенную при двух и более очагах поражения, генерализованную, висцеральную и диссиминированную. В зависимости от продолжительности присутствия вируса в организме различают острую форму герпетической инфекции, бессимптомную или инапарантную, латентную форму, хроническую форму с рецидивами и медленную форму герпетической инфекции. В зависимости от клиники локализации патологического процесса различают типичные формы это поражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта в виде стоматита, гингивита, фарингита, эзофагита и так далее. Поражение глаз, офтальмогерпес, герпетический конъюнктивит, кератит, иридоциклит, неврит зрительного нерва. Поражение кожи, герпес губ, герпес крыльев носа, лица, рук, ягодиц и так далее. Генитальный герпес, поражение слизистых оболочек полового члена, вульвы, влагалища, цервикального канала и другие локализации. Поражение нервной системы, менингит, энцефалит, менингенцефалит, неврит, менингенцефалорадикулит, поражение бульварных нервов и другие поражения. Поражение внутренних органов, трахиобронхит, пневмония, гепатит, панкреатит. Генерализованный простой герпес, висцеральная форма в виде пневмонии, гепатита, эзофагита и другие поражения. Диссиминированная форма клиника вирусного сепсиса. Атипичные формы эритоматозная, бульозная, отечная, зостреформный простой герпес, герпетиформа экзема капоши, варельцелефорный пустулез капоши, язвенно-некротическая, геморрагическая, геморрагически-некротическая, диссиминированная и, возможно, мигрирующая. В течение заболевания выделяют 4 периода продромальный, катаральный, период высыпания и период регресса. По тяжести процесс различают легкую, среднюю и тяжелую формы. Инкубационный период продолжается от 2 до 12 дней, чаще 4 дня. Первичная инфекция чаще протекает субклинический, первичная латентная форма. У 10-20% больных отмечают различные клинические проявления. Можно выделить следующие клинические формы герпетической инфекции. Герпетические поражения кожи, герпетические поражения слизистых полостирта, остро-респираторные заболевания, генитальный герпес, поражение глаз, энцефалиты и генцефалиты, висцеральные формы, гепатит, пневмония, эзофагит и другие поражения, герпес новорожденных, генерализованный герпес, герпес увич-инфицированных. Поражение кожи и слизистых. Чем проявляется? Повышение температуры до 39-40 градусов, озноб, слабость, недомогание, головная боль, снижение аппетита, боль, локальное сжение, зуд в области высыпания, пузырьковое высыпание на коже в области красной каймы губ вокруг рта, в области крыльев носа, на кистях, в области ягодиц, болезненное высыпание в полости рта, интенсивное слюноотделение, болезненность в области региональных лимфоузлов, генитальный герпес, чувство сжения, проявляется чем он? Зудом, незначительным отеком и гиперемией кожи слизистых половых органов, болезненность в области региональных лимфоузлов, поражение нервной системы проявляется лихорадкой, ознобом, недомоганием, упорной головной болью, рвотой, изменением личности со снижением интеллектуальных функций, психическими расстройствами, отмечается онемение, парастезия в области ягодиц, промежности или нижних конечностей, возможны порезы и параличи конечностей, нарушение стволовых функций, тазовые нарушения, генерализованные судороги, нарушение сознания. Диагностика. В общем анализе крови лейкопенье, лимфоцитоз, моноцитоз. В биохимическом анализе крови, педагерпетических гепатитах, повышение общего билибина за счет прямой фракции, повышение аминотрансфераз, тимоловой пробы, гипо- и диспротеинемии. Специфическая лабораторная диагностика проявляется выявлением специфических антител с определением маркеров, в том числе иммуноглобулинов M при острой инфекции и реактивации вируса и иммуноглобулинов G у больных с клиническим герпесом, если они отсутствуют, должно настораживать. При ПЦР обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1-2 типов в слизистых или форменных элементах крови указывают на активную инфекцию. Инструментальные исследования различны. Проводится рентгенография при признаках привмонии органов грудной клетки, колоноскопия, воспалительные азренопоражения и слизистой ЖКТ, органов брюшной полости УЗИ это признаки гепатита, увеличение лимфатических узлов, компьютерной томографии головного мозга, очаги разряжения мозговой ткани в височно-лобных и височно-теменных отделах головного мозга при энцефалите, МРТ головного мозга, наличие очагов некроза в мозге чаще в лобно-височной области мозга при энцефалите. При лимбальной пункции лимфоцитарный или смешанный плеоцитоз повышается уровень в белках, к сантохромии и появлении примесей эритроцитов. При офтальмоскопии на роговице единичное или древовидное изъявление, очаги помутнения, воспаление сосудов и венозный застой. На ЭКГ признаки нарушения функции проведения и трофики ткани сердца. Необходимо также применять методы ИФА-диагностики и определения антител к ВИЧ-инфекции. Дифференциальная диагностика проводится с ветряной оспой вирус простого герпеса при энтеровирусной инфекции и Кавасаки болезнью. На основании характера сыпи, длительности высыпания, локализации сыпи, ее этапности, повышения температуры с учетом дней болезни. Все эти данные представлены здесь на таблице. Лечение. Немедикаментозное, постельный режим при генерализованных формах, особенно при поражениях центральной нервной системы. Столб 15, в зависимости от клинической формы. Медикаментозное лечение на амбулаторном уровне. Лечение первичного эпизода простого герпеса и рецидирующего герпеса при редких рецидивах один раз в 6 месяцев и реже. Один из ниже перечисленных препаратов ацикловир, валацикловир, фамцикловир, ацикловир в виде мази, рекомбинантный интерферон альфа. Благодарю за внимание.